Мегаполис В основной лаборатории проверяли содержание семи веществ. Оксида углерода СО, окислов азота НО и НО2, двуокиси серы, сажи, керосина и бензина. По среднему значению были превышены оксид углерода. СО составило 5, практически 6 микрограмм на метр кубический, при ПДК 5. Остальные показатели тоже довольно большие, практически пол ПДК. Это гораздо больше, чем в жилой зоне. Полученные результаты сравнивали с предельно допустимыми концентрациями веществ. Несколько проб не уложились в безопасные рамки по содержанию СО и окислов азота. Насколько опасно дышать воздухом с примесью угарного газа, СО? Действие таково, что образуется карбоксогемоглобин, то есть перенос тканем кислорода затруднен. Будет кислородное голодание всех тканей человека. У него как следствие сердечно-сосудистая система. Это однозначно. Это зависит от того, сколько человек находится в таких условиях. Краткорее у него будут временные недомогания, если он где-то был, там могут быть головокружения, тошнота, еще что-то. А если у него связана с этим его профессия, то длительное действие, конечно, постоянное кислородное голодание тканей. Оно к тому и приведет, что все расстроит сердечно-сосудистую систему. Окислы азота считаются одними из самых вредоносных компонентов в выхлопе автомобиля. Современные экологические нормы регламентируют их содержание. Окислы азота по литературным данным, так как вот изученные изучали, статисты размещают, все-таки основное это его раздражающее действие, которое ведет к задержке каких-то там дыхательных процессов, да, и ведет к заболеваемым органам дыхания, те, кто там долго в этой среде находится. Ну, бронхиты, фаренгиты какие-то, может у кого-то. Ведь все зависит от того, насколько крепок организм. Автомобиль – это замкнутое пространство, и в его салоне концентрация нежелательных газов может сохраняться дольше, чем в свободном воздухе. Водители, которые регулярно ездят через заторы, находятся в группе риска. Частые простуды, кашель, головокружение, нервные расстройства, усталость – все это может быть следствием отравления в плотном автомобильном потоке. Поэтому мы рекомендуем перед приближением к загруженному участку дороги включать рециркуляцию воздуха. Кроме того, качественные угольные фильтры позволяют снизить концентрацию некоторых вредных веществ в несколько раз. Подробнее о результатах исследования и практических рекомендациях читайте в нашем специальном репортаже. Редактор субтитров А.Семкин